здравствуйте друзья у меня вы знаете есть местечко специальное куда я вопросы подгребаю которые народ задает так все это в одно место на форуме залив . org там есть место для вопросов можно вы можете прямо туда написать а можете еще куда-то я подгребаю я когда вижу хороший вопрос я его туда стаскиваю вы можете даже последить если там ваш вопрос например так вот почему я все рассказываю потому что у меня там какой-то такой застой происходит вот накапливаются вопросы на которые как-то мне сложно отвечать потому что они вроде все достаточно похожи и вот эта похожесть бывает в нескольких категориях и вот есть одна категория похожих вопросов очень распространенных вопросов о которой я сейчас хотел бы поговорить это вопросы о том вот как вот с той или с иной профессии там в эмиграции вот если у меня вот такая профессия легко ли мне будет найти работу по этой профессии а часто это бывает не сама профессия а какой-то уровень в профессии вот человек вот я там менеджер там в чем-то смогу ли я устроиться сразу менеджером по приезду иногда это даже еще связано с тем что человека нет разрешения на работу вот он такой вопрос задает при том что как бы право на работу него нет то есть не то что менеджером а даже посуду мыть где-нибудь там на кеш ему устроиться в общем то тоже не не так уже и просто а он как вот менеджером там и что я хочу сказать все таки эмиграция это некоторое серьезное такое предприятие когда человек предпринимает очень драматичный так очень большой такой я не знаю старт новый в жизни он переезжает другую страну там другой язык там другая культура там ну там вообще целый мир другой пойти даже я не знаю там попробуйте там из москвы переехать не знаю в челябинск или наоборот это это тоже стресс понимаете вот приезжаешь никого не знаешь там другой не знаешь транспорт не знаешь ну а еще язык другой это вообще и рынок труда другой давайте когда-то была иммиграция ну скажем там сто лет назад 200 лет назад 300 лет назад иммигрант не задавал такого вопроса потому что в принципе вся иммиграция сводилась к тому что приехал взял кусок земли земли много производишь там чего-то ну либо скотинку пасешь тогда лошадок разводишь либо там выращиваешь чего-нибудь ну чего там выращивали вот хлопок табак там пшеничку ну нормально вот как бы понятно было если ты их и хлебопашество ты себе хлебопашествуешь если ты там лошадей разводишь значит и лошадей разводишь просто было сейчас такая сложная экономика такая многогранная так много там дней всего что поди знай я вам больше скажу попробуй переехать вот скажем в рамках даже одного штата калифорния вот попробуй переехать скажем из сан-франциско там сакраменто потому что сакраменто еще большой город а попробуй переехать маленький и ты увидишь что совершенно другой рынок труда вот как быть вот а могу ли я переехать вот из большого города в маленький с тем чтобы сохранить свою профессию а я не знаю а какая профессия что чего а тут из другой страны значит все таки возвращаемся к тому что иммиграция это очень такой серьезный бросок по жизни и должен быть ответ на вопрос зачем мне это надо если человек движим исключительно материальным каким-то расчетом ну типа на заработки поехал вот такой как это было слово такое при большевиках забыл я вспомню скажу вот значит такой на заработки приехал и пошабашить значит и он говорит а вот я сколько я выиграю в деньгах если я вот перееду там и так далее но если у тебя конвертируемая профессия если у тебя английский на месте и так далее и сегодня мы видим таких да то есть это ведь не обязательно айтишник хотя айтишник это наиболее массовая такая профессия конвертируемая это может быть специалист какой-то узкой области ученый может быть я не знаю его знают там в той стране в этой стране его приглашают на работу он приехал у него с первого дня и работы и зарплаты и бенефиты там и я не знаю и коттедж ему там дали на месяц там пожить пока он найдет себе то есть всяко бывает это это бывает это бывает значит мы как бы сразу возвращаемся там в девятнадцатый век там приехал вот и пошел пахать или там 18 или там был рабочим у станка встал к станку но вот все таки какая мотивация если он хотел просто немножко подзаработать ну конечно есть люди приезжают подзарабатывают возвращаются обратно я читал статистику по иммиграции начала прошлого века вот сто лет назад примерно треть примерно треть людей приезжавших сша зарабатывали денежку и возвращались к себе откуда приехали вот он приехал подзаработал вернулся к себе там не знаю в деревню пусть там будет польскую или украинскую там купил дом корову там женился хозяйство свое и пожалуйста то есть сколько угодно каждый третий приезжал на заработки каждый третий но если мы говорим про иммиграцию это друга другой совсем разговор то есть должна быть какая-то мотивация кроме сугубо денежной чтобы человек куда-то снялся поехал находился в каких-то условиях может быть непривычных неудобных некомфортных и так далее то есть что-то должно туда гнать если это политическое что-то такое то конечно ему ему проще он понимает ради чего он переносит какие-то временные трудности если это связано с какими-то семейными там делами тоже он понимает ради чего это семейные какие-то вопросы если у него несовместимость с каким-то местом на карте где он родился но я извиняюсь вот политически он может быть нормально вот не может найти рожи смотреть например бывает такое смотришь на рожи и ты понимаешь что это не твое вот с гадким утенком вот такая история была хотя они на его рожи смотрят он им не нравится потом они смотрят и тоже какие-то не наши знаете кто-то из них лебедь кто-то из них утка там но бывает лебедь к лебедю утка к утке ничего политического в этом нет но вот как бы не совпадение тогда он тоже понимает ради чего но очень многие люди боятся катастрофически их колотит от мысли о том что они должны что-то начать сначала вот он такой большой крутой там я не знаю причем я это вижу даже вот у студентов первого курса вот он поступил на какую-то специальность о которой понятия вообще не имеет вот кроме названия пока да изучает там что там на первом курсе изучают там основы физики там производную по математике изучают значит и и и и вот он рассуждает о том что вот а вот он приедет в америку у него будет вот возможность вот по этой специальности работать по которой сейчас в институте учиться ну может и не будет а может и будет а может вообще никак не доедет а может он десятикратно переплюнет вот то чего он мог бы добиться в этой специальности потому что будет еще что-то но вот вцепился причем когда-то вцепился в то где-то добился чего-то и трудно трудно с высокого уровня своей профессии перейти там скажем на низкий уровень в другой давайте или да или на более еще обиднее перейти на более низкий уровень в своей собственной профессии в которой ты чё-то добился но когда ты вообще ничего не ну ну просто в нуле еще в минусе на самом деле еще и образование не завершил а уже понимать иммиграция такое дело когда программа жизни долгосрочная вот ты не приехал пошабашить там я не знаю в наше время вот например народ ездил там на крайний север на лето студенты знаете ехали в стройотряд и могли заработать за лето я не знаю там 900 рублей это были жуткие деньги совершенно за лето вот он на лето приехал пошабашил уехал но иммиграция даже не три месяца поэтому это долгосрочная какая-то программа и ты не задаешь себе вопрос вот я приеду сойду с самолета будет ли у меня ровно столько же а может быть больше желательно больше чем у меня вот сегодня в стране в которой я 20 лет жил и есть по сути ничего не добился и должен болеть оттуда поскольку все равно ничего не добьюсь дальше там все понятно со мной да вот будет ли мне столько же может и будет а может и нет а разве это важно в первый день то ты задайся вопросом что с тобой будет через пять лет ты задайся вопросом что с тобой будет через пять лет если ты не уедешь никуда а вот там и будешь чувствовать будет поэтому не готовность начать сначала не готовность допустим даже в своей профессии пусть она ходовая но там опуститься на пару уровней особенно если это связано с менеджментом но ты был менеджер менеджер тебя было там 50 человек подчинений но ты попал в другую страну если ты работал в международной организации и там я не знаю там что ты делал строил не вышки нефтяные строил это их строил там саудовской аравии там три года потом ты их строил там в ливии два года потом ты их строил я не в нефть юганске где-нибудь там пару лет потом там еще и приехал в америку в техасе строишь вышки нефтяные может быть ничего может быть та же самая компания там я не знаю какая она там была шеврон в которой ты все это время работал у нее разные объекты они себя как менеджера поставили вопросов не возникло но это не это не наш иммигрант это не те ребят которые вопросы задают ну да хорошо если ты из себя реально что-то представляешь в чем проблема то опуститься на пару уровней ниже и там через год два-три подняться туда где ты реально принадлежишь ты боишься что ты реально не принадлежишь что у тебя что все это высосано из пальца а чё ты дорожишь то высосанным из пальца чё дорожить если ты реально соответствуешь значит это быстро подскочишь если нет значит нет может тебе не надо этим заниматься хотя в кривом зеркале вот такое лицо ты боишься теперь в обычное зеркало в нормальное посмотреть привык привык себя в кривом видеть может быть ради этого и надо было уехать чтобы не в кривом зеркале дальше на себя смотреть а в хорошем качеством может быть так я вижу в эмиграции очень много людей которые в переживаниях они вот я помню много лет назад мы только приехали но я уже работал тестировал программное обеспечение в софтверной компании работал и там был дядька один лет я боюсь собрать 42 43 который почему-то он считал себя безумно крутым и вот он приехал а его никуда не брали он тут интервью там интервью и он такой крутой а а но это он у себя в глазах крутой а со стороны нет и он такой раздраженная там все вокруг дураки и там еще что-то а я знал его супругу и мы там со света и зашли к ним домой и там на него наткнулись значит и вот он там начал эту свою философию что все идиоты вокруг значит и я а я не знаю что за человек первый раз вижу я его раз вопрос два вопроса три вопроса а он ничего не знает но смысле того что на рынке востребовано не знает а крутой он потому что он там у себя дома и тоже это не было дома там в москве там или в питере это было где-то там местечково и он у себя там местечково он там вообще такой крутой был но вообще и значит а ничего такого в жизни не делал чтобы допустим было переносима на тогдашнюю американскую почву и он так еще руками махал и кричал так что я теперь должен заново доказывать не должен а кому ты будешь доказывать значит те кому ты раньше доказал они там остались если ты кому-то доказал я не знаю сам себе ты не должен ничего доказывать но если ты знаешь что ты крут люди которые вокруг тебя ты не должен им снова доказывать им никогда ничего не доказал ты приходишь на интервью пройти его не может соответственно вопрос снова доказывать не стоит хотя бы один раз чего не докажи там все нормально потом устаканилось он нашел какую-то первую работу потом вторую третью и стал очень ничего пошел успокоился стал нормальный мужик совершенно тогда но вот переживания у нее такие были а его жена между прочим она тоже каким-то там была типа программистом но не поймешь даже на чем но не важно тоже в том же местечке там и так далее и она пошла на 13 долларов в час это было 20 лет назад конечно это были но не то что сейчас 13 долларов тогда на 13 долларов можно было жить но тем не менее это она пошла на 13 долларов в час а прошло два года она получала 100 тысяч а прошло еще два года она получала 150 вот последние там 20 ну не 20 сколько лет прошло она получает вот эти свои 150 абсолютно без малейших переживаний то есть он он ей высказывал претензии что она работает там за эти копейки а он такой крутой он у него выше достоинства вот поэтому лучше я хочу сказать да так слава богу у него все это завершилось нормально и он все-таки был мужик как бы сказать достаточно качественный в профессиональном смысле и голова светлая и так далее он будет вылез из этого болота а ведь сколько народу которые не вылезли я по моему рассказывал историю я еще раз расскажу это да еще в гараже школу держал только только началось это и был дяденька один пришел поговорить посмотреть английский на нуле у него был лет 45 ему было и он типа программист такой ну знаете программисты были вот на фортране может он писал не знаю на чем таком писал что не востребовано было в тот момент сша плюс английского нет и кто-то ему сказал там про тестирование вот он пришел я буду посиди в классе там погляди он значит часок сидит а я в это время как раз автоматическое тестирование там преподавал тема такая была и он значит так сначала сидел у стеночки в гараже у меня классная комната была знаешь потом подсел кому-то к компьютеру значит потом смотришь так он оживился глаза загорелись значит и он туда он несколько раз он приходил и так явно явно пошло у него он почувствовал себя как-то вот этой чебурашкой да который сейчас лапу все подавать начнут и потом наступил момент когда у него облом произошел то есть он но он целый программист эти уже не то что там шушира какая на фортране и он говорит там я год делаем задачу значит он меня подзывает и говорит скажите говорит что вы хотите чтобы я запрограммировал я бы вообще ничего не хочу чтобы ты запрограммировал я год и задача мы ее решаем по тестированию не по программированию вот из нечто надо проверить правильно ли работает там Он говорит, это я понял Он говорит, вы скажите, что вы хотите, чтобы я запрограммировал И я говорю, ничего не хочу Ну, короче, вот после этого разговора он исчез И уже года через два там или через три Я его встретил на улице в Сан-Франциско Он там шел вот в той же куртешечке Вот такой же понурый, вот такой же потерянный, несчастный И он на другую сторону перешел, чтобы со мной не встречаться Не сталкиваться там и так далее Вот такой весь, понимаешь, вот он такой целый программист Он не может начать с того, не может начать с этого Он, может быть, конечно, и не мог Я вот сейчас начинаю, когда вспоминать это Я думаю, может быть, он реально не мог То есть он был такой программист, что он просто не в состоянии был решать там простые задачки Я не знаю, из-за чего это произошло Ну, вот так вот Значит, колоссальная группа вопросов На тему, вот если я приеду, смогу ли я делать вот это Слушай, может тебе вообще не эмигрировать никуда Можете сидеть дома Не, ну правда, я из самых добрых чувств Потому что если это вопрос, который тебя волнует Когда ты едешь куда-то, ну не едь ты никуда Ё-моё Потому что успешным Успешным станет тот человек, который говорит Мне без разницы Смогу я делать вот это В первый день или через третий день Может быть, я вообще не должен этим заниматься Человек открытый, который говорит Вот я приехал, это новый мир В этом мире есть колоссальные возможности И я открыт к этим возможностям И я не пытаюсь с первого дня Вот быть вот в этой точке А у меня есть вектор Какой-то И вот я говорю там Через 3-4-5 лет А обычно Это так и занимает Вот 3-4-5 лет Иногда, может быть, плюс еще пару лет 5-6-7 Занимает, чтобы стать В новой стране тем Кем ты в принципе способен стать Понимаете, это не в один день решается Вот кем ты способен стать Ну, нужно время какое-то Бывает, что буквально вот Ну, и быстренько это все Тоже бывает Ну, не надо на это рассчитывать Говоришь, я готов Если это займет там 5 лет Нормально, значит займет 5 лет Не вопрос Вот, если ты к этому не готов Может быть, ты не иммигрант Понимаете А, я вспомнил то слово С которого начал Лимитчик Вот есть такое слово Лимитчик Вот он приехал Ему пофигу Слово лимитчик носило Негативный характер Вот В наше время То есть он приехал Вот Да, я еще говорю Лимита Вот он по лимиту Вот есть лимит Вот сколько это вот Это вот, да Такая Вот он приехал Там на стройку Там или куда-то И ему там все вразнос Он не приехал, чтобы влиться Интегрироваться И стать частью А он вот так Раз И в своей какой-то Отдельной такой жизни Вот Значит Если ты лимитчик такой Ну, приезжай по лимиту Там Если Есть возможность Там приехал Там и уехал Заработал Может что-нибудь Я не знаю Но иммиграция Это не когда ты по лимиту Иммиграция Это когда ты хочешь интегрироваться Ты хочешь вырасти Во что-то Ты понимаешь Что это процесс И что есть вектор А если для тебя Есть только точка То ты лимитчик Это не значит Что ты плохой Это не значит Что ты Как бы сказать Чем-то ущербный Нет Есть люди Которым просто нужно заработать Вот и все Но Это как бы нормально Да Я просто смотрю Там в ту сторону Там есть Русский агент Страховой Стоит Курит А сам Жизнь страхует Я у него застрахован Кстати Вот мой Life insurance У него В соседнем здании У него офис Так вот Какие трудности Он должен предпринять Чтобы получить визу Разрешение на работу Здесь оказаться И так далее Просто чтобы заработать Я думаю Что вот этими усилиями Может быть бы и дома Заработал Я не в курсе Но это как бы Не иммиграционная тематика Что ли И Дело даже не в этом еще Дело в том Что человек Который хочет Прийти в точку Заработать И все Он не должен Себя представлять Иммигрантом Он не иммигрант Иммигрант Это вектор Это Протяженное Во времени Такое Занятие Это Мысль о том Что будет Со мной Когда я буду Там Уже не в состоянии работать Что будет С моими детьми Что будет С моими внуками И так далее Вот это Как бы иммиграция Поэтому Ну такая мысль Которая возникла В результате Того что Много-много вопросов И оно У меня сидело И не формулировалось Я просто сегодня Утром проснулся И думаю Что-то Вот она Сидит 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 Зреет И вот оно Дозрело Вот до такого Обобщения Поэтому Я думаю Вот что Вы себя спросите Я иммигрант Или я Лимитчик Потому что Если вы Лимитчик У вас Один путь Если иммигрант То другой Если вы Лимитчик Вы задаете вопрос А что мне Сразу дадут Если вы Иммигрант То Вы спрашиваете А есть у меня Возможность Там за несколько лет Вырасти во что-то Во что я хотел бы Вырасти Вот это Два разных вопроса Два разных видения И Соответственно Два разных пути Счастливо Каким путем Вы не идете Чтоб все было хорошо И в общем Чтоб все получилось Но Просто вот Это два пути Это не один До скорых встреч Продолжение следует